но я даже не знаю это сделано для чего для кошек нет конечно это видимо для помидоров может быть может быть да это вчера было или сегодня вчера сидим за столом она перед этим когда сказал не выпускать сделайте ему куда ходить а что делать вот он такой ящик ну что видно было где вот 22 сантиметра 22 кот здоровый длинный он сел сюда сел на все остальное туда я горячего разве этого не видите посмотри там люба пасет с ними привет а это моя своя щица родная сестра моей жены не на василина они вдвоем пасут с любой хорошие пастухи давай не может сходить в туалет то ему сделайте как надо и что я придумал я и говорю его сделайте пошире но это естественно раз он не помещается по длине есть вот такой примерно по ширине это можно сделать сделать кому это сделать более свободный никита колесников по порядку само говорится мы работаем нерабочее время 7 закончили а еще до 11 сколько до 10 там время сделай он нашел нашел я посмотрел вертунки отломить горки игре посмотри что он взял я сейчас ему говорю кажется это взял то когда все уже сделал уже насыпает вот она все люди палец лезет щель то ну она вроде так не было но как оно могло быть то переворачиваю на стороне та же самая история вот она мой тут везде гвозди торчат вот они везде как ты так мог сделать то никак я взял газету ладно я сразу не рассмотрел а то вот она видна ниша шевелю да не прибита я и не рассмотрел застелим газетой застелил показал как газету переломить вот здесь вот сюда ну и чтобы она закрыла щели и все а сейчас сухой земли а тут шарик бывает я сухой земли оттуда можно взять это пустяк это работа ава дорофея ну и сказал и все он берет лопату это вот он стоит вот вот перед ним лопаты и оттуда начинает насколько вот по порядку смотрите сама не догадался духоносная слушайте он оттуда берет насыпает ее с бугру ну кот то гребет он сразу уйдет ему не это надо ему надо чтобы было сухо и пускай сантиметра полтора сантиметр один будет больше то не надо он послушный до сифей он начинает выгребать теперь я уже понял как процесс шел я вижу бумага растрепана новая газета постелил а потом меняет газеты сжечь 1 газета торчит его это как она торчит и как порвал там что ли нет а он выгребать начало как-то ну не макушку не не спихнула вот так вот я стоял газета то вываливай газета рвана теперь щели все повалится и кита так я говорю так так когда он вывалил вываливать как он вываливает и дальше не знает как он-то давай руками давай ну а прокинь ты и он ладонь вот так вот ладошками гребет и кидает издалека и вот оно все где-то вон брал оттуда а земля то рассыпалась вот где оказалось то то есть он я уже всю эту землю выкопал на один раз ему это все равно зачем ты здесь его насыпал объясни мне смотри на него внимательно ты отойди чтобы видно было стань подальше чтобы не под ветками это все горящий след сегодня так вот сюда скажи зачем ты это сделал землю туда раскидал временно дудин принимай на папа лучшие кандидатуры не найти православие руководители должны быть только такие на дурной народ должен быть еще дурнее руководитель это не лютый волк ему до волка еще сто лет расти это сквозняк в юбке зачем ты насыпал туда по заметить первую очередь не догадался второе делает его два дня не могу дождаться сделал теперь бумагу не знает как завести испортил третий момент теперь вываливает и пригоршами выкидывает издалека поставил ящик сюда а ямка вон где брал и он уже все он никогда не вернется за этим чтобы обратно засыпать и там яма будет это у него запредельно далеко ему не надо ничего это настоящий поп готовы его можно уже сегодня ставить в попы он ни о ком не будет заботиться бабки его будут любить он будет в головку и целовать вы посмотрите кто руководит которая там руководят какие там у них руководители духоносные это вы найдете свою ванру оси теперь вывалил а ну-ка я посмотрю что он сделал то посмотри сюда владе подойди он берет гвоздь который ну гвоздь на многое даже новый гость где-то утащил и прибивает его прибивает вот она прибивает как и прибивает не доску прибивает бруску а брусок у меня один такой был у нас столб стоит например вот сантиметров 15 толщины с доску прибивать а он и через стол гвоздь прошел на 200 чтобы доску притянуть никита это твоя же работа через стол гвоздь прибивает он гвоздя не видел и вот с этим одром который за хвост давим надо работать ты будешь работать поп тебе же нельзя обратиться тебе некогда треба совершать деньги 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 там архиерей тебя мертвая хватка держит дай деньги вы маленько то откройте свои слепые очи то посмотрите хоть минуту одну на мир то что в мире делать это ваша работа папы а он отпоет солженицын говорит работа над красным колесом по печати я заметил говорит молитвы две только есть две молитвы первое покушение на царя не удалось благодарственный молебен удалось убили за упокойная все больше нету а где за обращение к богу где за вразумление ничего нету я говорю ой злой он там и такое то мне ваше мнение это не может быть дороже истины я тебя спрашиваю зачем ты через брусок прибивал доску дорогой никита андреевич зачем ты через брусок вот она где заколотил его какой гвоздь вот забивает он его расколол он старенький то теперь забил туда гвозь то вышел где он вышел вот где и он дальше его загнул он промазал совершенно ну ладно гостя длинного него на брусок и доска то это горбылёк дальше здесь еще не прибито я говорю вот так надо газету делать и показываю газету и разглаживать продрал руку гляжу торчит как почему вот она где у него гвоздь торчит в природе нет гвоздей и поэтому кошка покорябает лапу для него лапа это главное ты это думал это запредельно далеко но ты мог его загнуть а он торчит мало вот только вот сыпать надо совсем немного и чаще менять можно листиков насыпать даже там рваная бумага ему сойдет кота чистоплотное животное зачем ты сделал это перевернул и там гвозди торчат не загнут он не знает их загибать его подсказали зачем ты взял гвоздь в три раза длиннее необходимо вот или торчат он лапой скребет и здесь и здесь это все островом поранит лапу твоя работа моя шариков твоя работа вот она тоже зачем ты и бьешь в край доски край она отламывает его здесь нигде ни одного гвоздя нету ну нет она все лишь шатается вот она где я сказал здесь гвозди вот они торчат здесь даже не забит вот она все какое тут трухлявый вот она глядя еще есть после никогда не знал ни молотка не гвоздя ничего но он где-то рос ты церковь на украине ходил почему тобой никто не занимался ну видно было что ты до уровня балбеса еще не дорос даже двухлетний ребенок молотка не знает гвоздя не знает загнуть и знает стол он не знает он знает в интернете как в интернете он все знает ну видно было что человек совершенно непригоден для жизни а в руководителю пожалуйста попом ну попы кто идет партурге про союзные деятели что болтать умели ничего не умели я паразиты идут туда главное чтобы слушал внимательно что архиерею угодно бога вообще не знают а то 95 процентов или больше попов таких с кем я не встречался злобное отродье испортили всех людей погубили россию царя под расстрел подвели заботились о цензуру делали сегодня везде библиотеки лезут воинские счастья вам это надо вы занимаетесь не силовыми структурами а душами людей вам что невзоров то говорит он богохульник но он говорит много по истине зачем вы делаете то что вас завтра будет вниз головой с колоколем пускать я не хочу этого это его слова прислушайтесь враги нам лучшие друзья я сейчас говорю никита почему так все сделано то объясни мне только только взял и тут опять руку покорябал только взял вот он гвоздь какой огромный торчит почему брусок то суда и вот он торчит я взял 40 взяти даже нельзя кошки прости за выражение туалетное отхожие место и сделать нельзя не туалет туалет это нет ну зачем ты так сделал это еще не завершенное уже завершенно уже насыпал землю уже все завершено уже завершенно это уже земли насыпал не завершенное ты бы не делал этого часто придется инструмент у тебя половина этого материала не годы конечно старые ну котику сделать скажи что ты вообще умеешь делать жизни ну смотри володя вот это вот делает погляди сюда посмотри у нас вот вот загнуть забить а потом загнуть и верху шляпка это вешать полотенца для ног вот лишь какая она взят это покрасить вот это вешалка друг то есть откуда ни глянь на натянута все 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 абсолютно своими руками вот это виктор андреев заказал сварили на 10 рожков ну все вот смотри какая высоту огромная ртутная лампа прибор это павел брат мой делал нажимали здесь власти говорили нет мы все это сделали теперь посмотри хорошо придумать эту надпись сделать идет видеозапись у нас везде идет нас не упрекну что мы тайно записываем православный лагерь стан посторонним ход воспрещен потому что посторонние заходили все воровали крышу раскрывали даже рубероид снимали с крыши и поэтому мы написали но они все равно залезут и утащат все воруют но эти воруют то почему люди над ними тоже были родители где-то это разбойная страна русских ненавидит во всем мире во всем мире везде мы должны показать лицо русского человека настоящего который знает блога который честный солженицем я могу ошибиться он говорит первую мою мировую войну процент воровства в плену был 4 процента у русских у немцев там 6 англичан 8 я примеру говорю то во второй мировой войне уже не восемь процентов не 4 84 которые воровали там пайку и друг у друга а у тех народности так и осталось на том же самым прогресс прогресс в 20 раз ты понял мы даже изменить и попытаться изменить эту ситуацию тебя это нужно сделать сколько времени потребуется чтобы исправить сегодня ты уже не сделаешь 3 часа еще где-то да как ты можешь прокормить себя жену еще и папам отстегнуть еще и властям мы должны так работать чтобы всем досталось чтоб десятину платил и тот самый объект на котором можно показать к чему папы привели вас я не вас на украине вам предлагали влагали то же самое одинаковое состояние ему предлагали попом будет священником руководителем он не руководить и собой не и не сделать не может он не совершенно ничего не понимает но меня спросят а у вас хоть какая-то надежда есть всего помощью да немного я на то вот горит не я не бог тебе не поможет если ты сам себе не поможешь и сам себе хочешь помогать я тебе говорю записывай что написано чем ты должен заниматься каждый вечер там подмести тут убрать чтобы я какая-то обязанность была ты же здоровый крепкий парень почему в армии не был по здоровью не прошел а какое здоровье глаза плохие уши спина плоскостопия плоскостопию спина была больная а спина и в чем бы больная там искривление было такое для тебя душа искривленная не позвоночник у меня три грыжи я себя инвалидом не считают не считаю 76 лет я вот прохожу где я сразу вижу не так вот сегодня уж не буду говорить о ком одна сестра немощная у нее растет шиповник он мешал ведь и она вас рубила лежит кучка мимо ходят люди никто нет я посмотрел ее дома не видать это она она выложила все сгребла кучкой лежит около дома чего бы ты сделал помог бы ну где ты помог ее нету ты там проходил уже десять раз что грешь ты даже не увидел это ты не можешь увидеть ты слепой я посмотрел ее дома нет никто не видит я еще подгреб ногой все это за вахап и попер унес на свалку теперь пришел а велосипед стоит рядом я скорее велосипед ушел все дело сделано я вчера мимо гоню впереди еду этого бульдозера и проходить мимо место где мы молимся а там яма вся большая яма там перед этим где мы молимся по стаменту я вернулся назад все вернулся два раза толкнул готова все сделано маленько там осталось чуть-чуть можно лопаты я бы нету мы едем дорога и где еще вижу все подбираю вот это надо увидеть ты живой ты проходишь ты должен след оставить не то что я думаю я след оставлю никак это это не естественно проходить мимо вчера ты сделал поступок овечек задержал пала вот это поступок достойный подражание и это мне приятно батюшка сейчас звонит разблокировать где мы трассу делали из-за дождя потому что говорит ветер просушили там на машинах они вокруг будут ездить ты слышал ты не слышал мы сейчас ты слышал батюшка позвонил не мне и тебе что дальше делать ну как разблокировать там развязать эту полу жертв развернуть другую сторону мы перекрыли дорогу двух местах я дал красные полоски материи чтобы видно было что ехать нельзя иначе мы ее не приготовили что надо песок еще щебень двуслойный крупного щебня потом мелкого я берегу ее по чуть-чуть и уже начнем гнать туда песок мне только один песок обходится в 60 тысяч 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 на 80 щебня а дорога то всего там метров 300 ты это услышал от батюшкин завтра престольный праздник тут сегодня уже священники подъезжают надо убрать что ты на это скажешь позвонили не мне а тебе еще дальше дорога не готова еще но батюшка говорит что что не готова легкие машины пройдут даже незаметно они ходили правда следа нет от легких машин что дальше делать повторяю раз легкие проходят открыть дорогу все отдуй во все лопатки только бегом молодец вперед беги на ней не хлюпай задниц это размонтируем сторонку поставь вот так работать надо духоносный дудин а то дудишь там это плюешься толку то с тебя не злобься на меня мы же с вами по-хорошему были а прямо к дудину обращаюсь серьги томской епархии северской ли какой там город за закрытого типа вот пристал ко мне я нигде ему не отвечаю знаю что он сейчас будет пакостить ну чего отвечать то человеку только помолюсь за него у него трудности с квартирой несмотря ни на что я каждый день молюсь господь дай ему квартиру жена больная ребятишки такие ты серьги мне нисколько не досаждаешь мне жалко тебя ты несчастный человек у тебя любви нету к самому себе ты обманываешь людей скольких ты неправильно покрестил вспомни кому голову мочил заодно так а ты должен быть извержен такой все никита все сделает у него послушание до сепей настоящий его там украине попы тянули здесь а то что я говорю это не содействует ему быть попом ему содействует тому чтобы быть хорошим работником вот у батюшки сейчас он дрова батюшка колет сидя сам пошел на готовил пала береза он распилил на щурки сам привез но колоть нельзя у батюшки там пружинка в сердце где-то там в артерии или где стоит и он говорит поколоть бы сидя сидит батюшка колом колет сидя как один это почему сидя он пробовал лежа да неудобно дай володю вот володя стоит вот я давай-ка я покажу вот это володя пащенко беспризорные приблудный и теперь везде нужно выпросил у бога талант как правильно колоть щурки я говорю я тебе никиту дам ну чё никиту батюшка он пришел никита возится там весь день провозился володя горчица через два бы в дребезги разнес это а он то больше его не в спине дело дело то что нет интереса в жизни у меня есть такое выражение она не евангельская нужно жить азартно прощает земля азарт закон ограда мой труд следы считайте по слогам я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу со златоустом путь житейный пройден с той стороны земли на все гляжу это мое стихотворение виктор николаевич савченко положил на музыку азартно то есть с интересом с огнем и в каждом деле постарайся сделать лучше чем кто-то делал постараться хотя когда говорю это так трогает то есть обозляться люди идем бабки где-то все стонут болеют а чем ты болеешь ничем не болею как-то не болею я к врачам не хожу когда совсем без сознания к врачам меня отвезут было и операции сколько выдержал это не болезнь это угасание силы а мне говорят вот и насыщенный жизнью умер пророк да а вы насытились не насытился а сколько вам лет 25-30 не больше моя востребованность самые сложные работы всегда беру на себя и бог дает помощников молитвенников столько людей молится и моего там ничего нету это выше моих сил возможностей но вот это я могу сделать я строитель профессиональный вот он сейчас привнес попытается размонтировать чтобы кот не поранил раны под ногу вот для чего это делаю а который судит что неправильно с ним обращаюсь ну возьми и обращайся то 26 лет кто не обращался то на майдан дураков этих вывести легче всего а ты сделал из него человека и чтобы на майдан не ходил а занимался самим собой все во славу божию